Давайте тогда перейдем к техническому заданию. Вам нужно будет нарисовать спидпейнт с кадром мультфильма. Вам была выслана ссылка на папочку. Я еще раз покажу материалы, чтобы вдруг кто-нибудь, кто подключился только сейчас, увидел, открыл. Но этот кадр, это тестовое задание, может, кто-то уже прочел, но я еще раз проговорю. Вам нужно будет нарисовать цветовое переложение, то есть копию с кадром мультфильма. На задание дается 30-40 минут. Уточню, что мы никуда не торопимся. Здесь на мастер-классе главное качественно проработать информацию, которую я вам дала, и отработать приемчики. Обращайте внимание на цветовые и тоновые отношения, чтобы у вас персонаж отделялся от фона. На композицию, какие направляющие, детальки, зоны отдыха. Также упрощаем сложные формы, векторы композиции тоже просматриваем. В папочке референсы вы найдете подборку кадров из различных мультфильмов. И для этого упражнения вообще можно использовать не только кадры мультфильмов, но и картины старых мастеров, какие-то законченные иллюстрации художников, которые вам нравятся. То есть, в принципе, упражнение на копию очень полезно. И отрабатывает... На этом упражнении можно отработать многие вещи. Вот, работаем в шаблоне для студентов. Так, и сейчас я коротко пробегусь по этапам, которые, собственно, через которые мы пройдем. Предлагаю разделить работу на пять этапов. Ну, четыре-пять этапов условно. Вот нулевой этап – это анализ цветовой схемы. В принципе, нулевой этап, можно сказать, происходит у нас в голове. То есть, когда мы сами для себя рисуем натюрморты, например, мы анализируем цвет, композицию в голове. Но я предлагаю сегодня попробовать это сделать руками. То есть, у вас в шаблоне для студентов есть над холстом кружочки. Я чуть позже это покажу. И предлагаю там проанализировать цветовую схему, ну, цветовые выкраски сделать. Дальше. Начинаем с лайна, по классике. Лайн делаем кисточкой с нажатием. Я опять же покажу, какое именно. Что здесь важно на этом этапе? На этом этапе важно определить характер форм, который есть в композиции. Собственно, саму композицию, чтобы все было на своем месте. Ну, это важно, потому что мы делаем копию. Если вы делаете какую-то свою творческую интерпретацию, это тоже круто, классно. Я не возбраняется, вот, но я говорю про именно копию. Здесь важно показать векторы к фокусной точке. То есть, что у нас фокус, куда сходятся эти диагонали, горизонтали, вертикали, из каких примерных примитивов все стоит. Не нужно сидеть на этом этапе долго. Наоборот, нужно его сделать максимально быстро, как-то скетчево набрасывайте, сильно в детальки не уходите, потому что детальки мы будем прорабатывать дальше. Ну и есть определенное ограничение в виде времени, поэтому думайте о том, что это работа не на весь день. На самом деле, в этом есть плюс некий. Если вам на первых этапах, например, рисование, ну, несколько доставляет, как это сказать, неудобства. Ну, то есть, если сложно, вот, если сложно, то держите просто в голове, что у вас есть час на это задание, и через час у вас уже будет какой-то результат. Так что не стоит переживать об этом. Плюс, если вы делаете, даете себе ограничительные рамки, рамки по времени, то вы стараетесь уложиться во время и не растягиваете работу. То есть, по сути, вы тренируете свою скорость, стараетесь максимально оптимизировать инструменты. Поэтому у нас ограниченное время, и поэтому я рекомендую такие спидпейнты засекать таймер и в определенные рамки делать. Дальше. На втором этапе мы накидываем большие пятна. Как я говорила раньше, начинаем от простого и идем к сложному. То есть, накидываем какие-то основные силуэтики, смотрим, чтобы примерно по тону, по цвету все попадало в оригинальную картинку. Если что-то не попадает, то есть, если цвет особо не подходит, вы как-то смотрите. В общем, я советую не сильно придираться к себе на первых этапах. То есть, дальше каждый этап мы проверяем себя. Вы накидали, какой-то цвет взяли, потом в конце этапа проверили себя пипеткой, все хорошо, идем дальше. Сильно тоже закапываться и критиковать себя не стоит. Наоборот, чем больше вы таких сделаете, маленьких спидпейнтов, тем круче у вас будет глазомер по композиции, и чем круче вы будете определять цвета. Поэтому сильно не сидите, сильно себя не корите, просто делайте в свое удовольствие, и все будет хорошо. Дальше. Третий этап. Мы усложняем формы. Они добавляем средненькие. Собственно, на четвертом этапе, опять же, добавляем мелкую детализацию. И на пятом этапе, вот я открою потом Photoshop и файл, вы присмотритесь, там детализация, финализация. В принципе, на этом этапе, на четвертом, уже вполне картинка готова. Вы сделали спидпейнт, определили освещение в кадре, в цвета попали, по тону попали, все хорошо, вы выполнили, потренировали все, о чем мы говорили. Но можно довести картинку и сделать ее прям... Для этого можно добавить деталюшки, самые мелкие, какие-то акценты, блики, всякие штучки такие красивые, которые оживляют картинку. И можно сгладить краешки, грубые края, то есть сделать их более мягкими. Сейчас я вам покажу материалы, потому что знаю, что, может быть, не все открывали заранее, но вам в рассылке прислали ссылочку на папочку, в которой материал. Я быстренько пройдусь по этим материалам, чтобы вы не потерялись, вдруг там совсем начинающие сидят. Что у нас тут есть? Есть в папочке папочка с референсами, папочка с материалами для Procreate. Вдруг кто-нибудь в Procreate сейчас сидит, проходит мастер-класс. Здесь просто те же самые шаблоны, только они меньше по размеру для Procreate оптимизированы. Здесь есть техническое здание. Вы можете его использовать помимо мастер-класса. На него ориентироваться. Шаблон, в котором мы сейчас будем работать. И палец с much nice и кисточки. Собственно, кто умеет скачивать, загружать, молодцы. Наверняка уже загрузили, скачали, попробовали. Кто не умеет, просто скачайте. Я сейчас быстро покажу, как это делается, как загрузить все эти инструменты. Еще хочу пару слов сказать про референсы. Это вам как дополнительный бонус, можно сказать. В общем, чтобы они добавлены, чтобы вы сами помимо мастер-класса практиковались. Возможно, вам понравятся какие-то кадры. Возможно, какие-то персонажи зацепят. Главное выбирать то, что вам нравится. То, что зажигает, какие мультики нравятся. И вот по ним рисовать спидпейнты. Так, есть кандри. И есть папочка с графическими приемами. То есть это для дополнительного изучения уже после мастер-класса, чтобы у вас были какие-то материалы, чтобы просто было интересно просматривать. Я хотела показать здесь, собственно, основу. Почему вообще основу мастер-класса? Откуда пришла идея? Дело в том, что в анимации есть отдельный этап создания мультфильма. Это экспликация или цветовой сценарий. Цветовой сценарий, как правило, делается из множества-множества маленьких скетчей. Как видите, здесь персонажи не проработаны. Они очень такие плоские, стилизованные. Но они круто передают цвет, свет, освещение в сцене. Формальная композиция здесь решается. И какое-то базовое расположение персонажей. Благодаря таким цветовым сценариям получается, собственно, то, что мы видим на больших экранах. Я, в свою очередь, очень удивилась и как-то обрадовалась, что ли, когда увидела, с чего все начинается. Откуда появляется такая красота, такое красивое освещение, такая вот эта атмосфера. Она, оказывается, продумывается на этом этапе бесконечной экспликации. Их делается очень много. Сейчас мы вот видим только одну итоговую. А на самом деле художники делают несколько вариантов по освещению. Долго освещаются. В общем, поэтому экспликации и цветовые копии делаются в больших количествах и быстро. Поэтому это не иллюстрация. Ну что, мы переходим в Photoshop. Так, собственно, для тех, кто совсем новичок, но, может, открывал Photoshop, я надеюсь, что... Ну, для тех, кто совсем не открывал, будет сложновато, но вы постарайтесь. Вот, для тех, кто, собственно, что-то открывал, давайте пройдемся по инструментам. Так, какие инструменты мы будем использовать? Здесь слева в вашем рабочем шаблоне есть хаткей и основные инструменты, которыми мы будем пользоваться. Это кисть на B, пластик, пипетка, размер кисти. Вы все это посмотрите. Лассо – очень полезный инструмент. Инверсия выделения – это если... Ну, это в ходе пайплайна, например. Вот я сейчас сделала кляксу, использую Magic Wand, волшебную палочку, выделила какую-то область, и мне нужно, наоборот, вот, чтобы здесь выделилось. И, да, оно выделяется. Ой, да. В общем, я рисую в инвертированной среде. Но это... Лично я редко этим пользуюсь. Дальше Altback Space – быстрая заливка слоя. Вот это очень полезная штука, всем на заметку. Пипетка тоже. Ей будем пользоваться, проверять себя по тону, по цвету. Что еще у вас есть? Смотрите, для тех, кто будет медленно работать, как я. Я не собираюсь никуда торопиться, потому что лучше сделать медленно, но качественно. Для тех, кто медленно работает, у нас есть одна картинка. Для тех, кто быстро работает, есть две картинки, два шаблона. Здесь, собственно, выкраски, которые мы делаем. Эти кружочки можно заполнить, когда вы начнете работу. Это я уже по этапу буду объяснять. Ну, в общем, нет. Сначала про инструменты. Эти кружочки, они для палитры. Это условная ваша палитра, на которую вы накидаете цвета. Основные потом мы их будем усложнять. Это этап анализа цвета. Что у вас еще в слоях? Собственно, холст. В холсте мы будем работать и к нему прикреплять слои через отравочную маску. Отравочная маска – это инструмент, которым часто пользуются. Его им можно воспользоваться, собственно, если зажать Alt и аккуратненько вот между слоями поднести стилус и нажать. Собственно, у вас этот слой прикрепится к нижнему слою. Если не через горячие клавиши, то правой кнопкой мыши и Create Clipping Mask или создать отравочную маску в русском фотошопе. И у вас получается слой прикреплен к холсту. Я вот зелененьким сейчас буду рисовать. И видите, я мажу широко, но внутри холста рисую. Так мы будем рисовать. И еще про кисти. Про кисти сейчас расскажу. У вас определенная папочка. Она называется Sue – цветовые ключи. Как ее загрузить? Вам нужно в меню Brushes или кисти, если у вас нет этого меню, то в окно и Brushes. Вызываем, открываем. И справа будут вот такие полосочки. Нажимаем Import Brushes или импортировать кисти. Собственно, загружаем и наслаждаемся. Здесь что есть? Кисти базовые, ничего такого сложного. Сплошная кисточка с мягким краем. Это для финализации. Кисточка с нажатием. Она для скетча. И две текстурные кисточки. Собственно, имя я предлагаю рисовать. Потому что есть вибрация картинки, когда вот такой неровный край. В общем, мне кажется, красиво. Здесь, ну, это можно использовать, если уж совсем скучно. Можно как-то с приемчиком поработать, собственно. И последнее – это палец. Палец. Этот инструмент лежит слева. Вот здесь он. Нажимаем на него. И чтобы загрузить палец, нам нужно в верхней панельке нажать на стрелочку, нажать на меню настроек, загрузить презент и, собственно, загружаем. Вот. Нажимаем, выбираем и наслаждаемся. Этот инструмент используется, чтобы смазать край, чтобы сделать мягкий градиент, переход. Собственно, можно использовать его для финализации, а можно использовать вот эту мягкую кисточку. Кому что удобно, я пользуюсь пальцем, очень удобно. Но, в принципе, кисточкой с мягким краем тоже все будет работать. И про шаги. Ну, шаги я описала. Я сейчас просто на большом разрешении покажу, как это работает. Собственно, оригинал. Картиночка красивая. Хотим, как здесь, так нарисовать. Первый этап – лайн. Потом вот те же большие формы усложняем. Как видите, я здесь где-то много оттенков добавляю, но везде это такая, можно сказать, графика. То есть сильно живопись не развозим. Можно добавить какой-то промежуточный оттенок. Вот детальки средние и финализация. Вот эти два этапа я хотела показать крупным планом, чтобы вы посмотрели, что вот эта магия, магия, когда все становится гладеньким и вроде как готовым, она происходит из-за смазанных краев, из-за деталек. Можно вот даже какие-то веснушки добавить, какие-то особо маленькие тенюшки, которые тоже будут уместны. Может быть, какие-то тенюшки на вставне. Вот, в общем, уже детализация такая. И, собственно, все. Так, это то, что я хотела показать из рабочих файлов. Что мы сейчас будем делать, ребят? Вот на самом деле мне сложно рисовать и говорить, поэтому я буду периодически переключаться, что-то комментировать, отключаться, рисовать. Я предлагаю тоже всем вместе со мной порисовать именно эту картинку. Если вы хотите что-то свое, тоже выберите какую-то свою картинку. Главное – идти по пайплайну. Вот. Что? Что? С чего начнем? Снизу у меня будет вот здесь поэтапка, чтобы вы понимали, на каком этапе находимся, на что ориентируемся. Начнем с анализа цвета. Я проанализирую вот эту картинку. У вас нет такого кружочка, но он особо и не нужен. Это нужно для наглядности, чтобы вы понимали, как анализировать цветовую гамму. Здесь уже можно действовать немножко варварски, то есть пипеткой пользоваться, потому что это этап анализа. Здесь задача определить, что это за гамма. Гамма. Вот мы смотрим на панель цвет. Здесь, собственно, пользуемся инструментами. Здесь та же шкала с оттенками. Мне проще в квадрате ориентироваться. Можно включить HSB-слайды. То есть то, что я вам показывала вначале, можно вот так варьировать по трем показателям. Но мне проще, когда это huecube, я могу сама настроить. Итак, этап анализа цвета. Анализ цвета проводим быстро и с пипеткой. Смотрим, какие цвета здесь присутствуют. И, по сути, здесь мы видим желтый, красный, голубой, синий. То есть здесь я бы определила, что вот этот, сейчас, желтый. А, да, желтый, красный, оранжевый. И вот, можно сказать, голубой и голубо-синий. То есть тоже все такое условное, какие тут оттенки. Но можно сказать, что это аналоговая гамма с голубым таким акцентом. Это мой анализ. Раз, определили, хорошо. Для чего это нужно? Ну, казалось бы, можно просто скопировать. Зачем все эти усложнения? Это нужно, чтобы вы прокачивали первичный этап, который все часто пробегают просто. А стоит на нем задержаться, чтобы вдруг, если у вас есть какие-то проблемы с анализом цвета... Ну, вот бывает, знаете, когда вы видите картинку, она вам нравится, очень круто, хочу так же, начинаю рисовать похоже, но что-то не так. Вот этот момент, что-то не так, скорее всего, в начале. Скорее всего, есть какой-то вопрос в начале, что вы, может быть, неправильно цвет определили, неправильный там тон нашли. Поэтому на первых этапах это очень важно, определять все это, возможно, вручную. Но если вы умеете, в голове все круто. Дальше. Заполняем кружочки. С этими кружочками мы потом будем работать. Здесь этап такой. Я предлагаю все это делать без пипетки. Вы, конечно, можете с пипеткой все это делать, но трушные художники... Ну, в общем, это не трушно. Вот, с пипеткой пользоваться. Смотрите, здесь почему так? Потому что мы учим свой глаз видеть правильные оттенки. Предлагаю заполнить... Тремя... Ой, восемь основных оттенков выделить. То есть неважно, какие именно они будут. То есть главное, чтобы они были просто основные. Я... Не обязательно сразу правильный оттенок брать. Через горячие клавиши Ctrl-U можно вызвать менюшку Hue Saturation, то есть оттенок, и поискать, собственно, оттенок этот, который, мне кажется, здесь присутствует. Если он будет по тону немножко отличаться, ничего страшного, мы тренируем свой глазомер. Тренируемся видеть оттенки. Я предлагаю делать все это на разных слоях, чтобы, опять же, можно было это редактировать. Тем более, файл не такой тяжелый, и слои не особо много... Мы не настолько много слоев сделаем, чтобы файл был тяжелый, и от этого там подтормаживал компьютер. Поэтому не стесняйтесь, никаких ограничений вроде нет. Если вы работаете в Procreate, то уже, да, можно немножко себя ограничить в слоях и все сделать в один слой. Единственное, просто проверяйте себя. Просто проверяйте, насколько правильный оттенок. Задавайте себе вот этот вопрос, а правильный ли оттенок. Я сейчас подобрал. Ну и рисуйте. Вот, сейчас этот этап должен занять мало времени. Это все делается с наскока, быстро. Задаем себе вопрос, какой оттенок холодный, холоднее, может быть, теплее. Еще интересная история с промежуточными оттенками. В любом кадре есть такие серые оттенки, и не совсем понятно, к кому они принадлежат. Часто бывают такие сложности с определением серых оттенков. Это отдельный челлендж, можно сказать. Поэтому бросайте себе этот челлендж, определяйте серые оттенки на глаз и подбирайте их через Ctrl-U. Еще раз повторю, вдруг вы кто-нибудь прослушал. Так, еще, мне кажется, важный оттенок – это оттенок кожи у ребят. Видите, я тоже сначала приблизительный, не совсем подходящий беру. Вот, по насыщенности и по тону его отбираю. Так, что-то еще можно выделить такое. Ну, может быть, какой-то оттенок желтого, такой серенький. Например, рубашечка. Ну, потом, когда вы уже, может быть, сами понравится упражнение, сами будете делать, можете этот этап пропускать. Вот. А можете иногда наоборот. Вот нравится какая-то картинка, и делайте выкраски по этой картинке. Можно сесть и, ну, не в кружочках, а, допустим, нарисовать мини-версию этой картинки. Чисто, вот сейчас даже скажу, покажу, что я имею в виду. Вот понравилась картинка, и, ну, по-хорошему, в общем, можно по-разному делать, и можно нарисовать мини-версию этой картинки. Что это, вот, желтый такой, здесь голубое небо, здесь вот красные персонажи. Это для чего сделается? Чтобы вы тоже анализировали цвет, как оно работает, как оно между собой соотносится. В общем, по-разному можно цвет анализировать. Это как вариант. Дальше. У нас идет работа уже с холстом. Давайте приступим. Первый этап – это этап лайна. Опять же, через зажатый Alt мы прикрепляем обтравочной маской к холсту слой. Выставляем, берем кисточку с нажатием, выставляем нужный размер через вот эти скобочки, горячие клавиши, и накидываем. Накидываем примерно. Если вы немножко ошибетесь, ничего страшного. Я бесконечно делаю дубли, и можно через выделение вот этот инструмент, горячая клавиша V, можно его выбрать. И если вы немножко не в нужном месте провели позицию гаммы, то можно подвигать, если что, основные какие-то моменты. Еще не обращайте внимания на аккуратность работы. Мне кажется, в таких заданиях не так важно, чтобы вы сделали аккуратненько вырезанное, сколько важно, чтобы композиция, цвет проработались. Еще такой лайфхак для тех, кто все-таки, кому понравится делать такие кадрики. Вот по композиции. Если вы часто мажете с композицией, вспоминаем сеточку, вспоминаем сеточку, и вообще художники, большие художники делают сначала себе сетку, а потом, ну и сетку на картинке, которую хотят скопировать, переносят, можно сказать, по координатам эти объекты в сцене. Но я предлагаю это уже стараться там в голове. Вот это уже момент в голове. Лассо, собственно, используем для того, чтобы тоже трансформировать какие-то объекты. Может быть, вы тоже что-то не совсем точно сделали, нужно поправить. Рано или поздно вы запомните эти все клавиши, если вы совсем новичок, если уже не новичок, то вы, наверное, удачно ими пользуетесь, и они вам значительно усложняют, упростят жизнь, потому что многие спрашивают про скорость работы, как работать вот так быстро, чтобы прям жух-жух и красиво. Ну, насчет красивого, мне кажется, это с опытом нарабатывается куча копий, куча анализов. А насчет жух-жух, вот, так, я про... Я уже так потеряла мысль. Да, такое бывает, когда и рисуешь, и говоришь одновременно. А, я про горячие клавиши. Да, жух-жух, то есть быстрое рисование, можно себе обеспечить горячими клавишами, практикой, может быть, и так далее. Да, сейчас было бы идеально, наверное, какую-нибудь музыку включить, чтобы... Вот это... Медитативная музыка очень помогает сосредоточиться на рисовании. Вот. Так. Тоже вот в лайне сложная форма, сложный какой-то мопед. Я очень редко рисую мопеды, но он же состоит из примитивов, из прямоугольничков. Так. Я, наверное, перезону тебе слово. Ну да, состоит из прямоугольничков, кружочков, вот этих квадратиков, треугольничков. Поэтому... Да, отдельный скилл. Я сейчас буду произносить всякие скиллы, которые было бы классно прокачивать. Да, отдельный скилл это умение видеть пропорции какого-то предмета. Вот. Ну, насколько он маленький, большой, можно потом что-то корректировать. может быть, не сразу. Может быть, не сразу вы схватили нужные пропорции. Так. Все. Ну, туда. Этот персонаж. Я, на самом деле, очень люблю этот мультик. Он прям идеально сделан по цвету. Часто обсуждали с коллегами по работе, что там крутая колористика. Ну, она крутая для мультфильмов. То есть, там очень красочные кадры по освещению, разные... Разная среда представлена. Поэтому очень советую и посмотреть, если вдруг вы еще не смотрели. Так. Еще вот про дизайн персонажа можно подумать на данном этапе. То есть, здесь два героя. Они чуть разные по формам базовым. Ну, это такие, знаете, очевидные вещи. Казалось бы, что может быть проще, но это работает, и это база, с которой начинаются сложные вещи. Вот. для мультики на самом деле в них смысловая нагрузка тоже не особо сложная. То есть, такие базовые моменты проговариваются для детей, для взрослых. И, соответственно, по гамме тоже базовые такие гаммы, яркие, насыщенные эмоции базовые такие. Вот. Так, если вы немножко по пропорциям там потеряетесь, я, мне кажется, потерялась чуть-чуть. Это ничего страшного, здесь главное уловить свет, композицию. Вот. Поэтому сильно не замыкайтесь на этом. Собственно, собственно. А, вот еще момент, когда рисуете, у меня, наверное, сегодня будет стрим очевидных лайфхаков. Пользуйтесь приближением отдалением. Очень полезно, классно, рекомендую. Как это, почему этим пользуются, почему я на этом остановилась, потому что, когда вот вы рисуете приближенно, вы можете не заметить там каких-то косяков в пропорциях, в композиции, там, здесь, например, локоть прям очень длинный. А когда вы отдаляете, вы видите все как раз вот тех самых в базовых формах. Все видите проще. Так, модный чубчик нарисовать. еще прикольно, что, ну, тоже очевидный момент, но классный, что вот этот персонаж, он больше вытянутый, такой прямоугольничек, а этот больше кружочек. Но они совмещают в себе несколько фигур. Получается, этот прямоугольничек, но он скругленный. этот шарик, но он больше квадратико. Вот. Такая история. Может, лица стоит как-то получше проработать. То есть, на чем стоит акцентироваться, так это на лице, если у вас там персонажи есть в сцене. Может быть, немножко не в стиле будет, тоже ничего страшного. Дальше мы будем уточнять все и красиво будет дальше. Вот. Сейчас главное накидать камни в лице. Воу. Нету как-то вспомнил. Вот. Такая коляк-маляк получается. на этапе проработки силуэтов и детализации можно будет посидеть побольше, подольше и вот, более красиво все проработать. Дальше. Что у нас тут? Еще, когда персонажи рисуете, думайте о том, из каких примитивов, ну, точнее, из каких объемов, объемных фигур состоит персонаж и если это, допустим, голова, то это шарик и чтобы понять, в каком ракурсе голова персонажа, можно вот эти средние линии у шарика обхваты нарисовать, чтобы показать условно, показать условно, куда тянется нос, куда тянутся глаза. Немножко сюда. и тоже не заморачивайтесь со стельком, здесь собственно суть не в этом суть в цвете композиции так далее вот такие персонажики условные есть можно можно чистить лайн чтобы если вы на разных слоях рисуете как я чтобы они как-то лаясь между собой потом с фоном можно почистить вот и все получается первый этап есть сливаем слои у нас получается один слой с лайн здесь отдельно остановлюсь чтобы не быть голословной как видите здесь тоже круто работают вот эти пропорции такое огромное пятно желтое большое пятно небо но она разбитым такими средними и мелкими формами ну и собственно сами персонажи это средняя форма с мелкой детализации вот это приковывает внимание и вот такие пропорции есть в этой картинке для следующего этапа я буду включать шаги да и это этап большие пятна тон и цвет здесь что мы я уже беру кисточку с неровным краем с пушистым таким текстурно здесь мы будем использовать цвета которые уже подобрали вот мы такие молодцы на глаз подобрали вот эти цвета и будем их использовать дальше уже будем работать с пипеткой и собственно и двигаться дальше что я делаю я могу да я могу залить хвост каким-то базовым оттенком по моему это небо вот вам как удобно дальше я стараюсь а вот забыла сказать слой с лайном можно чуть-чуть сделать прозрачным уменьшить opacity вот здесь она регулируется справа ну и собственно двигаемся по пятна так еще один моментик да у нас просто день моментиков и лайфхаков смотрите я сделала замкнутую форму и сейчас мы используем один из инструментов которые у вас там обозначены это магическая палочка я выбрала w клавиши w ой надо выключить вот я пикаю на нужную область и alt backspace это заливка у вас там все прописано если вдруг вы потеряли и думаете как же так как же это сделать вот и небольшие такие зазорчики я все таки уберу хотя можно не убирать это же speedpaint то есть здесь не так важно не так важна вылизанность картинки сколько важно уловили ли вы общую по цвету по тону по композиции так еще такой моментик это приемы вот собственно у нас кисточка без нажатия поэтому ну это сделано специально чтобы не усложнять себе жизнь поэтому я предлагаю решать все графическими какими-то приемами привычными такими пятнами кое-где видите можно пропускать нижний слой вот можно пластиком тоже стирать кстати ластик можно настраивать той же кисточкой что и кисточка собственно вот у меня кисточка выбрана я выбираю ластик и нажимаю на кисточку главное чтобы не было вот в правом верхнем углу вот этого значка и тогда ластик будет работать как кисточка вот это просто некоторые кисточки по особенному настроены они как будто бы они никогда не будут пластиками но условно и накидала видите небо оно такое грубое возможно немножко потом по цвету надо будет поправить конце на последнем этапе можно будет размазать размазать края дальше смотрим на ну наверное мопед красивенький тоже а я уже на глаз начала вот тоже смотрим если сложная форма мопеда для меня точно сложная я не очень в машинах разбираюсь особенно в их формах но я могу проанализировать как это выглядит вот и выглядит это как прямоугольничек такой со скругленными краями ну и вот сложные такие штуки тоже сложнее в общем сейчас мы простых формах заливаем все эти формы силуэт стремятся к примитивам дальше на следующих этапах будем усложнять будем наводить красоту и деталировку вот я видите смотрю еще работа со слоями отдельный момент что я смотрю здесь на картинке передняя часть мопеда она она как будто бы заходит спереди мальчиков и мне будет удобнее расположить этот слой выше остальных и за этим слоем сделать слой с мальчиками и слой отдельный с сидушкой для мопеда вот то есть думайте а о том как расположить слои чтобы вам было удобнее с ними работать и такой еще моментик да вам наверное весь вас вы рисуете рисуете но опять моментик туда я просто вспоминаю и поэтому говорю пока вспоминаю круто конечно выбирать уже сложные кадры то есть где там ничто не режется но как видите да например немножко обрезает причесом у персонажа но это ничего страшного вот у нас же копия они готовы иллюстрации тем более по моему там я смотрела так чтобы в общем это оптимальный кадр дальше уже они там едут дальше дальше едут своих мечтах о мопеде еще я бы разделила этих мальчиков на разные слои ну очевидно удобно а ну я вот вспомнила что не все люди разделяют на слои наверное надо брать сказать да разделяйте все на слои не все люди разделяют есть такое такое понятие как рисовать в один слой но такое могут на это способны только крутаны я не знаю просто это и смешно немножко потому что да крутаны могут в один слой все нарисовать здорово правильно по композиции но это же неудобно это элементарно неудобно вот в работе когда ты работаешь на студии проще работать быстрее работать на слоях быстрее когда ты можешь поправить оттенок задника один оттенок фона вот чем если все в одну в один слой слито и вы не можете ничего править так что очевидно но еще раз об этом стоит напомнить у нас по сути такой даже стрим какой-то получается может быть почаще такие делать просто чтобы мы вместе рисовали интересно кто-нибудь сейчас рисует ой было бы весело если бы никто не рисовал я очень надеюсь что кто-нибудь рисует но в любом случае у меня будет красивая картинка и у тех кто рисует будет красивая картинка еще кстати блин сама сказала что сложно разговаривать и постоянно разговаривала ну я на самом деле не часто так веду стримы поэтому сама не знала много болтать вот я вспомнила что что если вы будете делать такие фан-арты по сути это фан-арт и отметить авторов которые вам нравятся возможно это один из способов коммуникации с крутыми художниками которые вам нравятся то есть всегда полезно учиться у людей которые вам нравятся а если вы сделаете картиночку ну в общем скопируете но чуть-чуть поменяете там стилек поменяете например и отметите этого человека то возможно это первый шаг в ваших отношениях ну я шучу конечно редко кто отвечает на такие штуки но это все равно приятно когда твои работы там копируют анализируют и когда тебе отвечают в сторис или в чем-то где-то там в социальных сетях вот поэтому не исключено что может быть может быть вы как-то законы законектитесь а вообще такие экспликации можно делать не обязательно в таком стиле я сейчас прям чисто копирую ну стараюсь копировать стилек а можно там форму немножко менять можно конкретно каких-то персонажей по-другому рисовать итак вы как будто бы делаете маленькие шаги по сути копируете и набираете визуальную библиотеку но при этом еще и свои приемчики можете отыгрывать проверять так хорошо все ли я нет и все ну это старайтесь быстро работать я уж не знаю насколько я быстро наверное медленно можно было бы и побыстрее же speedpaint так ну на этом этапе уже можно посмотреть и проверить себя потом то есть например выключить line и я вот сейчас смотрю что-то что-то не так такое перманентное состояние что-то не так что не знаю вот и что-то не так берем каждый слой и допиливаем до нужного оттенка дотягиваем может быть более насыщеннее как-то сделать может быть увести по спектру в оранжевый какой-то то есть первые вот эти оттеночки это нужны для того чтобы оттолкнуться от них и идти дальше вот можно конечно это в голове все делать так вот еще на картинке у них похожий оттенок кожи я наверное немножко дала разницу просто чтобы отлепить персонажей друг от друга хотя бы чуть-чуть чтобы первый персонаж был вот более такой загорелый насыщенный более оранжевый а второй персонаж ближе к розовому такому но тоже такой загореленький так главное не применить да все у нас есть такие условные силуэты возможно их потом доработаем чуть-чуть но тоже не зацикливайтесь на этом главное вот главное успеть во времени так большие пятна большие пятна буду проверять что сейчас делаем я буду сейчас много пользоваться волшебной палочкой и выделением слоя волшебная палочка полезный инструмент для того чтобы рисовать в пределах одного силуэта который вы уже определили я выделяю через control зажимаю control нажимаю стилусом на слой на картиночку который мне нужен то же самое можно сделать волшебной палочкой главное чтобы ну вот главное чтобы ну в общем да можно то же самое сделать волшебной палочкой чтобы дополнить выделение зажимаем shift то есть shift и он добавляет выделение я через control это сделаю чтобы скрыть выделение control h я конечно сейчас наверное как этот какой-нибудь волшебник из гарри поттера если вдруг кто-нибудь из новичков подключился говорю какими-то сглинаниями ну в общем поначалу да поначалу это сложно всякие control h control c control v но это все знают но это на самом деле такое можно сказать заклинание если уж совсем уходить в область магии то ускоряет работу плюс 100 к скорости ну как видите я уже усложняю оттенки которые у меня есть а и на каждый оттенок я добавляю по слою тоже это для чего чтобы 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 можно было все немножко варьировать и потом подобрать потому что с первого раза очень сложно как-то все сделать красиво к сожалению должна объявить что кнопки сделать красиво в фотошопе нет хотя как бы не хотелось очень бы хотелось ну вот вот это мне кажется чит-код нажали на кнопку и идеально во времени вышло но такого нет поэтому делаем как можем так немножко такой оттенок то есть весь этот спинт состоит из ну кому нудных а кому я вот например кайфу мне например очень нравится подбирать вот эти оттеночки проверять себя задавать себе вопросы тот ли этот оттенок или нет главное не зацепиться на этом о господи я подобрала не тот оттенок но это тоже такое уже перебор еще такой момент что у нас есть поле и много цветочков вот можно навести красоту и такие условные пятнышки поналепить можно такими группками эти пятнышки поналепить большие пятна как видите я определила сейчас я буду потихоньку переходить ко второму этапу детализации собственно я уже на нем вот здесь видите уже началось на миниатюрке тоже видно что есть этот этап с детализацией вот когда картинка будет похожа тогда переключу ну ну тоже особо не заморачивайтесь если вдруг что-то заходит выходит за рамки может быть не так ну кривенько тут смысл в другом уже говорила но ну как будто бы знаете иногда сидит какой-то критик в голове и иногда его надо дергивать что там сейчас например задача не на это сейчас задача на цвет тон на композицию вот а критик то хочет чтобы все было прекрасно и и то и все и пято и десятое и сразу но сразу такого не бывает к сожалению тоже но но все равно круто мне кажется и так круто вот вот я когда рисую и сейчас думаю на самом деле о студентах с которыми занималась у меня прямо в голове все вот эти вопросы а как сделать красиво как прокачать композицию но это важные вопросы все конечно сразу не охватишь вот ну вот так копировать копировать еще вот тоже опять болтаем в камерах сейчас мы рисуем такие базовые пятна на самом деле по цвету и казалось бы а где вот эта тепло-холодность где все вот эти принципы о которых я говорила ну они будут на этапе цветотени то есть вся вот эта тепло-холодность оттенка о которой говорят постоянно кураторы на появляется когда устраивается освещение ну и еще вот вопросы которые я задаю сама себе когда рисую такую копию это вот вопросы к цвету знаете какие у меня есть вопросы к цвету у меня есть вопрос насколько он холодный насколько он теплый вот и какое он место занимает в иерархии цветов в этой картинке то есть насколько он он самый темный или он самый светлый вот он самый насыщенный или он такой средненький он насыщеннее чем оттенки ближе вот сидишь в общем сам себя спрашиваешь такой ну ладно веселье да художественное веселье можно сказать ну вот только мне скажите что вы такие вопросы себе не задаете может быть подсознательно и просто не озвучиваете да по-другому просто не рисуется вот надо всегда анализировать всегда спрашивать вот 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 большой а блин что я делаю я на самом деле рисую сейчас уже без лайна но можно без лайна можно с лайна можно без вот лайн нужен как вспомогательный инструмент вот он помогает определить какие-то базовую композицию мы пляшем дальше уже конечно да легче на самом деле в какой-то момент уже без лайна если кому-то сложно вот подбирать оттенки на глаз тоже не стесняйтесь можете пипеткой попробовать но сразу знаете что это упрощает работу и если вы почувствуете себя уверенно на этом этапе когда вы с пипеткой клево работаете то стоит стоит переходить на этап глазомера просто вся суть таких упражнений в том чтобы как раз тренировать свой глаз чтобы мозг мог анализировать оттенки а если вы используете постоянно пипетку то его вы по сути не анализируете так ну условно такой чувак есть может небольшой вот через control t трансформация можно трансформировать и двигать все вот эти пятнышки блин интересно вы успеваете а то я так еще думаю о том что я так говорю control t говорю свои заклинания а вы наверное если кто не знаком с этим вам сложно но но ну что поделаешь ну медленнее просто меньше успеете вот ничего страшного можно будет после мастер-класса довести свою картинку если вы вот к моменту окончания времени у нас есть час на это ну на если вы не успеете доделать до какого-то там финального блестящего вида то скидывайте что есть посмотрим все таки всегда есть на что обратить внимание что проанализировать вот так что скидывайте а и задавайте вопросы да я забыла сказать задавайте вопросы если вдруг еще вы рисуете и вдруг вы слушаете задавайте вопросы у нас будет там какое-то время ответов я постараюсь в силу своих знаний и опыта на них ответить задавайте в чатик в telegram или на youtube чатик ребята все будут мониторить на самом деле вот тема композиции цвета они первым эти две темы они очень широкие и здесь было бы круто сделать какую-нибудь подборку из разных цветовых решений цветовых гамм ну то есть условно показать визуальную библиотеку и составить какие-то смысловые нагрузки к этим цветовым гаммам потому что по сути вот визуальная библиотека в голове она так и работает мы мозгом запоминаем какие-то гаммы в конкретных контекстах там в фильмах в театрах даже в жизни вот чаще всего даже в жизни запоминаем что вот дождливая погода и сразу такое грустное настроение и запоминаем ну если у вас такое визуальное мышление то вы запоминаете оттенки серые и к любой гамме есть ассоциативный ряд и даже люди невизуалы ну непрофессиональные художники могут провести эти параллели то есть каждый цвет с чем-то ассоциируется имеет какую-то символику так на самом деле по цвету так много чего хочется сказать еще вот цветовые данные для того чтобы научиться классно подбирать цвет стоит понимать в каком вы контексте находитесь вот если на работе там ну я наверное очень на том стоя не мне понадобится эта улыбка в общем если на работе например мне задали задачу нарисовать вечернее освещение и там утреннее это будет две разные гаммы это какой-то там можно спросить это пасмурное утро или это ясное утро такое дождливое нежное вот а я начала про культурный контекст говорить да в каждой стране в каждом можно сказать городе сообществе есть определенная символика цвета и ну я слышала что в каких-то культурах черные девушки надевают черные платья на свадьбу а в каких-то культурах сейчас ну а вот в нашей культуре черные платья это ну траур какой-то и черный в принципе такой готический цвет ну нет поэтому еще думайте о контексте культурном в котором вы находитесь когда рисуете иллюстрацию если проблемы там с конкретным подбором цвета найдите картинки которые вам нравятся можно с фотографий брать дамы часто у фотографов классная цветокоррекция так ладно вот так я сейчас немножко замолчу с болтовнёй и вернусь к картинке я вот сейчас заполнила заполнила средние формы то есть по сути все средние формы я обозначила и уже можно начинать так да начинать этап света освещения здесь как раз можно выключить line если он уже мешает на этом этапе можно можно подкорректировать силуэт если у вас есть время есть на то потребность то есть если вы видите что какой-то силуэтик может быть не очень выразительный братьте его чтобы было красиво так и и начинаем освещение освещение на персонажей делается по тому же принципу мы выделяем через control зажатый ну или магической палочкой все участки кожи где у вас персонаж проглядывает создаем новый слой и на новом слое рисуем тени пользуемся пипеткой вот здесь уже когда вы накидали цвета тут уже честно использовать пипетку вот можно там не на глаз это уже непринципиальный момент и накидываем тени вот еще такой момент нужно хорошо бы смотреть отдаленно на свою картинку чтобы чтобы тоже не закапываться в детали чтобы у вас ясно была видна композиция и вы видели пятно а не детали то есть можно сейчас засидеться не так красиво прорисовать нос а нос этот будет на лбу тоже такое бывает в общем отдаляйте холст как я это делаю кстати тоже полезная штука я это подсмотрела когда в оффлайне занималась через сейчас через пробел и пробел alt зажимаю и вправо влево ввожу стилус вот это так ускоряет не нужно по клавишам бить ускоряет работу идеально вот вот так носик тут надо рисовать красивенький если если вы чего-то не умеете рисовать в персонажах например тоже думайте думайте примитивами самыми простыми формами вот вот носик например это пирамидка такая голова это шарик ну и так далее не 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 но я добавлю зрачки все будет нормально так да надо было меньше болтать ну в общем главное зато приятно поболтать так тоже отдаляем но на самом деле все вот эти принципы я проговорила все принципы проговорила и здесь тут нужно просто отрабатывать свой глазомер тренировать поэтому не страшно если чего-то не доделаем чего-то не успеем так я тут подумала все-таки осталось мало времени а я наверное заболталась общая идея общая идея такая вот я объяснила такие принципы про тепло-холодность собственно сейчас скажу про свет тень наверное свет тень понятное дело на всех объектах если если вы ну глазом не видите сейчас что каких-то ну какие-то оттенки так сейчас намажу вот если вы не видите тепло-холодности ну и в принципе есть проблема что вроде рисуете но не понимаете что с цветом проверяйте себя пипеткой вот на данном этапе это вполне себе то есть вы в правильном спектре находитесь не в правильном и проверяйте по вот тепло-холодности возможно чуть усилить базовое освещение которое в картинке почему бы и нет ну копия но вдруг так лучше будет то есть вы должны головой глазом считывать что свет теплее если свет теплее то тени холоднее если наоборот холодный свет то тени теплые но у нас вполне себе понятное освещение значит тенях будет такой бордовый фиолетоватый оттенок но понятно не сильно усложняйте так сейчас давайте я тогда его глаза нарисую и покажу как доводить то есть какие следующие там этапы так чтобы было круто красиво так нарисовали реснички и сейчас вот наконец-то он симпатичнее стал это хорошо рисовала и как зомби был ну такое бывает в этапах сейчас вот глаза немножко залипли по тону видите я отбиваю делаю их чуть темнее вот и уже на там третьем четвертом ну в общем на завершающих этапах можно можно выставлять там блички во вторых уже самые проработанные места в вашем степенте ну как правило проработают прорабатывают персонажи и передний план то есть там стоит проработать лица у персонажей и допустим поставить какие-то финальные блички на выступающие части каких-то объектов потому что ну вот в 2д нужно делать такой художественный художественный анализ художественную выборку что для нас главное что второстепенное ой поэтому мы передний план нагружаем деталями прорабатываем а далее можно ставить ну вот как сейчас есть вот это поле проработанное так и ставить вот это про финализацию доводку ну собственно так и еще моментик в конце когда вы проработаете ну вот какие-то детальки дорисуете в бой вступает кисточка с мягким краем или палец инструмент палец так сейчас я покажу примерно как кисточкой рендерить ну доводить доводить рендер это все-таки немножко другое доводка это полишинг можно сказать этап полишинга вот мягкой кисточкой у нее уже есть край нажатия проходим все по вот этим краям можно кое-где оставлять жесткий край чтобы у вас была вариативность и такая скетчовость этап скетчовости по каждому ну я обычно это делаю на слое там слой с тенью пройдусь этим оттенком слой со светом пройдусь этим оттенком вот а те кто для продвинутых палец палец прям отличный инструмент мне помогает использую очень часто и как-то мне кажется он быстрее делает то есть им можно еще определенное направление видите смазать вот и уже пальчиком пройтись по теням надо будет и да чуть-чуть смягчить вот здесь можно различный размер размер там побольше сделать так сейчас так чтобы красиво было ближний к нам край можно ставить жестким а дальний чуть-чуть подразмыть чтобы у нас тоже задавалась иллюзия плановости какой-то но понятно это все условно графически передний задний план и дела вот и тут все размазываем может как день не очень красиво размазывается то есть тоже думайте очень субъективное понятие красиво не красиво но вот как понравится в общем так и размазывается вот ну вот эту границу я бы наверное не стоила не трогала вот а там где идет например на этом мопеде на нем обозначу свет такой условный вот блячки и вот их можно как раз смазать так ставить чтобы они показали что это металл так с оттенком тоже нужно поработать ну на самом деле мы сейчас вот завершаем по таймингу немножко заболталась но в целом вот вы поняли что что надо делать какой есть принцип уже на каком-то завершающем этапе вы можете в один слой использовать те оттенки которые вы подобрали вот почему лучше по слоям работать потому что вы можете поменять оттенки безболезненно в некоторых местах волшебная палочка не всегда спасает вот как видите здесь мы не использовали никакие режимы наложения здесь идет работа чисто с вашим глазомером с вашим чувством цвета и композиции вот такой персонажик смешной а и задавайте вопросы это тоже важно вот я это конечно болтать могу долго и обо всем но гораздо круче когда когда я помогу отвечу может быть посоветую что-нибудь поискать посмотреть ну и 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 Если вы работаете в Procreate, так у вас будет time-lapse. Это же вообще красота. Да, надо нарисовать мальчику глаза. Тон слишком криповый. Сейчас я быстренько нарисую. Возьму мальчику мальчику глаза. Не покори. Красавчик. Ой, небольшая честочка. Ну да. Условно тоже. Ну что, наверное, будем закрепляться, да? Сейчас я на мальчике поставлю. Ну вот, не так жутко. И румянец. Ну что, наверное... В общем, да, надо еще здесь по теням света тени довести. Ну, примерно как-то так. Да. Ook... Ну, вот так.